В горах полет нормальный. В течение двух недель чкаловские вертолетчики покоряли небесное пространство над горами Северного Кавказа. Вертолетный полк, входящий в состав авиадивизии особого назначения, впервые провел самостоятельный учебно-тренировочный сбор со своей группой управления в городе Нальчик. Задача сборов – подготовить летный состав и инструкторов к выполнению боевых задач в горной местности. Выполняют полеты. Восстановление по двум полетам самоподбором 15-го упражнения и два полета по 16-го упражнения. Полет на площадке самостоятельным подбором с воздухом. Учитывать меры безопасности, направление метра сегодня 100 градусов. При самоподборе обязательно выполнять проход и сброс шаши. Вопросы? А машина? Прежде чем вертолеты оторвались от земли, прошла серьезная предполетная подготовка. Здесь вам не равнина. Погодные условия в горах значительным образом отличаются. Заход на посадку необходимо осуществлять строго против направления ветра, которое постоянно меняется. Учитываются отличия микроклимата, разряженный воздух, принимаются во внимание и особенности рельефа. В ходе сборов полеты выполнялись с отработанным вариантом взлета и посадки на площади ограниченного размера, на высоте более 2,5 тысяч метров над уровнем моря. Итоги сборов в целом уже достигнуты. Летчики усвоили навыки, получили большой опыт, уверенно выполняют полеты. Это чувство, когда с высоты открывается вид на бескрайние равнины, или когда горные вершины с их вечными снегами предстают во всей красе, несравнимо ни с чем. Здесь, кажется, даже до величественного Эльбруса можно дотянуться рукой. Но для военнослужащего романтика полета эти удивительные виды не так важны, как для простого обывателя. Самое главное – выполнение поставленной задачи, служба, долг перед Родиной. И по итогам сборов летный состав получил допуски для выполнения задач в любых условиях по предназначению. Продолжение следует...